Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Практически перед самым Новым годом я вам рассказывал и показывал подробно одну из схем подключения испытательной коробки КИП. И сегодня на наглядном примере я вам покажу еще одну существующую схему, назовем схему номер 2, подключение испытательной коробки. Здесь у нас установлен трехфазный счетчик Меркурий 230 АМ-03, подключается он в трехфазную сеть 400 Вольт через трансформатор тока. Цепи напряжения для счетчика взяты непосредственно прямо около трансформаторов тока, то есть в одном автоматическом выключателе. То есть вон видите на шинках есть выводы, вот, вот и вон. То есть это АБЦ и 0 взят у нас с нулевой шинки. Дальше тут идет у нас через промежуточный клеммник эти цепи и дальше уже кабелем уходит на щит учета. Напомню, что испытательная коробка делится на две половины. Половина слева, ну обычно делают слева расположенные цепи напряжения. То есть сюда приходят у нас АБЦ, вернее наоборот АБЦ и С, и сюда приходит нулевой проводник Н. Далее с этих клемм цепи напряжения уходят на клеммы счетчика. Давайте я вскрою для наглядности, чтобы понятно было. То есть вот наши фазные проводники идут на соответствующие клеммы счетчика 10, 12, 14. Здесь прошу при подключении быть внимательными, потому что зачастую бывает ошибка. Даже на моей практике перепутали тогда одну из фаз и подключили не на 10, а на 9 вывод. Соответственно учета по фазе А у нас не было. Поэтому здесь будьте внимательны. Так вот очень неудачно, на мой взгляд, сделали производители Меркурия, расположив клеммы данным образом. Мне гораздо удобнее и проще, когда клеммы все и токовые напряжения расположены в одном ряду. Как это сделано у счетчика по СЧ-4ТМ или СЭТ-3М. В принципе по цепям напряжения здесь все. И никакой разницы по сравнению с предыдущей схемой здесь нет. Все сделано по цепям напряжения один в точь в точь, как и в схеме номер один. В прошлой рассматриваемой схеме. А вот разница как раз таки закралась в токовых цепях. То есть даже как вы уже успели заметить, у нас не установлены здесь перемычки. Хотя в той схеме эти перемычки были замкнуты. Как я и говорил в прошлый раз, та схема называлась семипроводная. И там использовался общий ноль у трансформаторов тока. Здесь же от каждого трансформатора тока приходит по два проводника. Вот видите, трансформатор тока фазы А. Вот у нас начало, вот у нас конец. Ну давайте вот здесь вот покажу. То есть тут поближе и света побольше. Вот у нас начало обмотки Е1. Подключен кончик В301. Вот у нас конец обмотки фазы В2. Соответственно на фазе А подключен кончик А301. И на фазе С С301. Концы всех трех трансформаторов тока здесь соединены между собой и обязательно заземлены. Как того требует ПОЭ. То есть вторичные обмотки трансформаторов тока всегда заземляются. Ну и от каждого трансформатора, как вы видите, уходят два проводника. Опять же через этот же клеммчик вот здесь вот. И кабелем уходит уже на щит учета. То есть шесть проводников. Кстати, здесь еще дополнительно в токовую цепь подключен вот этот наш трехфазный цифровой амперметр. Про который я, кстати, не так давно вам рассказывал. Вот. Поэтому получается, что здесь у нас начало. То есть, допустим, В301 уходит сначала у нас на фазу В прибора. А далее В302 уже уходит у нас туда обратно на клеммничек. И так по каждой фазе. Вот у нас приходят эти наши шесть проводников. С И1 берется А301 вывод. Он идет в начале на наш цифровой амперметр. Далее с цифрового амперметра идет уже А302. Он приходит на испытательную коробку. Проходит через эту клемму. Идет на вход фаза счетчика. С выхода у нас выходит А303. Вот. Он идет уже на вторую клемму нашей коробки. И уходит уже на конец обмотки. И два трансформатора тока фазы А. Вот. И как видите, да, здесь перемычка как раз таки и не нужна. Потому что если мы в данном случае поставим перемычку, то мы закоротим цепь. И ток через счетчик у нас не пойдет. Ну, или будет очень-очень мал. А в прошлой схеме, которую я показывал, да, там наоборот. Мы заводили сюда вход. Проходили через перемычку. И уходили уже фазным проводником на счетчик. И все аналогично. Также есть с двумя другими фазами. В и С. Вот. У нас пришел В302. Прошел через клемму. Пошел на третью клемму счетчика. Четвертой клемму счетчика у нас В303 уже приходит. Проходили через коробку и уходят на конец трансформаторов тока Е2 фазы В. И 302 вот у нас также приходит. Идет на клемму 5. Вот с клеммы 6 у нас уже уходит обратно на конец обмотки Е2 трансформаторов тока фазы С. Вот и вся разница. Ну и забыл сказать, что 0, которую мы привели с цепями напряжения, он подключается на 7-ю, 8-ю клеммы счетчика. Вот они. Ну, это общая клемма, как я уже говорил. Можно сюда, можно сюда подключить. Не суть важна. Для замены счетчика здесь что нам требуется? Нам требуется в первую очередь отключить цепи напряжения. То есть разомкнуть вот эти вот перемычки. А в токовых цепях нам, наоборот, необходимо замкнуть эти три перемычки. То есть нам нужно закоротить токовые цепи. Я уже объяснял в отдельном видео и в прошлый раз говорил, что трансформаторы тока работают в режиме короткого замыкания. И для них разрыв вторичной обмотки недопустим. Там может появиться высокое напряжение, высокий потенциал с соответствующими дальнейшими последствиями. Поэтому вторичная цепь, трансформатор тока, всегда должна быть закорочена. То есть либо накоротка, либо через нагрузку. В данном случае, чтобы поменять счетчик, мы отключили обесточенные цепи напряжения. И с помощью вот этих трех перемычек мы замыкаем наши цепи. То есть замыкаем начало с концом, начало с концом, начало с концом. С помощью вот этих перемычек. Все, сделали закоротки. И теперь можно спокойно производить замену счетчика. То есть отключать все выводы. А помните, я рассказывал в той схеме в прошлой. У нас сюда на первую клемму был заведен общий ноль трансформаторов тока. И он же здесь был заземлен. И мы с помощью вот этих вот трех винтов делали замыкание на шинку, которая расположена с задней стороны коробки. Здесь делается все гораздо проще. Просто поставили три перемычки и готово. В принципе, это и все, что я хотел рассказать о втором варианте, о втором способе подключения переходной испытательной коробки. Дело в том, что обе рассмотренные схемы имеют право на жизнь. Кто-то привык к первому варианту схемы, кто-то непосредственно подключает только по второму варианту, который мы рассмотрели в данном видео. Но вам сразу скажу, все сетевые компании при подключении подобных счетчиков к сети 400 вольт и через трансформаторы тока требуют подключения именно по второму варианту. То есть, чтобы с каждого трансформатора тока шло два проводника. А первый вариант схемы, они зачастую не принимают, потому что видят в ней какие-то изъяны, то, что все идет каким-то общим одним проводником. И что есть, видимо, варианты для воровства и прочее. Они берут, открывают вот эту клеммную коробку счетчика, разворачивают ее и показывают вам прямо в лицо. А там как раз таки и указано подключение по второму варианту. Порой даже мы вступали в дискуссии на одном из присоединений. Мы, в общем, подключили все аналогичным образом. Заземлили вторичную обмотку трансформаторов тока. А инспектор у нас также не принял учет. Ссылаясь на то, что в паспорте счетчика и на клеммной крышке, в схеме, отображенной на клеммной крышке, не указано заземление вторичных цепей трансформаторов тока. Вот этот почему-то нюанс упускает производители и не указывает необходимость заземления вторичных цепей трансформаторов тока. Я считаю это неправильно. У нас есть требования по целесообразности электробезопасности. Поэтому ведь не исключено, что вынос 400 вольт может произойти и на вторичную обмотку трансформатора тока. Почему мы заземляем только трансформаторы тока высоковольтные, да, вторичку у них. А низковольтные не нужно что ли заземлять? В общем, вот здесь тоже есть такой некий свой нюанс. Это тоже учитывайте. Пришлось нам в том случае демонтировать ПЕ-проводники, которые мы уже подключили и проложили, убирать их, в общем, вызывать повторный инспектор. И только тогда он опломбировал и принял учет в работу. В общем, такие вот дела. Поэтому, если будете подключать, я рекомендую все-таки использовать рассмотренный второй вариант схемы. Если же у вас какой-то технический учет, то можно, сэкономив количество жил в кабеле, подключать по 7-проводной схеме. В общем, имейте это в виду. Возможно, что в других регионах могут принимать обе схемы. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы по данной теме, то не стесняйтесь, обязательно спрашивайте в комментариях. Я все поясню, все объясню. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. А с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!